Вон в углу трещины, везде. Потолок, пол, стены, все в расписных узорах из трещин. Марии Акимовне 85 лет. Женщина-ветеран труда, труженик тыла, живет в коммунальной квартире. Она находится в таком состоянии, что здесь негде даже принять душ. По словам пенсионерки, обращалась и в администрацию, и в социальные службы. И даже писала письмо президенту. Но пока никаких результатов. Двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, уже шестнадцатый, все обещают. Обещанного, говорят, три года жду, а я уже больше жду. Дом рушится. Ну, что мне ждать? Мне 85 лет. И таких, как Мария Рощупкина, здесь более десяти семей. У многих дети. Люди боятся, что дом может рухнуть в любой момент. Через трещины вода просачивается в квартиры. Постоянная сырость. Люди сами вынуждены ремонтировать стены. Окна мы не можем сменить. Девять фирм объездила. Все фирмы пишут отказ. Так, как ветхий дом. Вот как нам быть и как нам... Мы не знаем. Юля ждет второго ребенка. Комната 13 квадратных метров. По словам женщины, живут, как на пороховой бочке. На детской кроватке внушительная трещина. Малыш спит с родителями, чтобы в случае чего они успели его спасти. В городском управлении жилищной политики нам пояснили, что дом действительно признали аварийным. И планируется, что людей переселят к концу этого года. Да, сроки эти могут немного сдвинуться. По объективным причинам. Или как-либо измениться. Но, тем не менее, если дом этот включен в программу, то граждане будут переселены. Пока людям остается только ждать. Временно администрация города может предложить жилье по коммерческому найму. Кроме жителей Гагарина, в 2016 году своего переезда ждут жители более 600 аварийных помещений. Алина Лебукаева, Виктор Яковлев. Новости дня. Виктор Яковлев. Новости дня.